Бехеда 24, Бытие 6.10 Ной родил трех сынов, Сима, Хама и Афета. Но земля рослилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. Немалую пользу принесло вчера нам родословие праведного Ноя. Мы узнали чудный способ родословия и увидели, что праведник прославляется не за знатность предков, но за доброту собственных своих нравов. За нее-то он и получил столь высокое свидетельство от Божественного Писания. Ной, говорит оно, был человек праведный, совершенный в роде своем. Богу угодил Ной. Девятый стих. Ной ходил перед Богом. На эти краткие слова мы вчера употребили все поучение. Таково свойство Божественных словес, что они в немногих речениях являют великое богатство мыслей и даруют несказанное сокровище тем, кто хочет тщательно их исследовать. Поэтому прошу, не будем поверхностно пробегать ничего, содержащегося в Божественном Писании, но будет ли то перечисление имен, или рассказ о происшествии, станем доискивать от заключенного в них сокровища. Потому-то и Христос сказал, исследуйте Писание. Так как не везде можно тотчас найти смысл написанного, то требуется от нас и глубокое исследование, чтобы не укрылось от нас ничто, лежащее во глубине. Ведь если уже одно название породы, то есть имя, человек, доставило вчера нам столь полезный предмет для собеседования, то какую получим мы пользу, если будем внимательно и бодрым умом рассматривать все, что не говорится в Писании. Владыка у нас человеколюбивый, как видит, что мы стараемся и весьма усердствуем об уразумении Божественных словес, то не попускает нам нуждаться в чем-либо. Но тотчас просвещает наш ум, дарует нам свое озарение, и по великой премудрости своей сообщает душе наше истинное учение. Вот почему, желая побудить нас к этому и сделать более усердными, он признал достойными ублажений, являющих такой усердии, говоря «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Заметь премудрость учителя. Он не только возбудил кревности ублажением, но словами «алчущие и жаждущие правды» научил еще слушателей, с каким усердием надлежит, стремиться к исследованию духовных словес. Подобно тому, как, говорит он, чувствующий голод, невыразимой поспешностью кидается на пищу, и палимые сильные жажды быстро бегут к питью, точно так же, как эти алчущие и жаждущие, надлежит притекать и к духовному учению. Такие люди не только достойны ублажения, но и получают искомое, а они, сказано, насытятся, то есть будут удовлетворены, исполняют свое душевное желание. Итак, имея такого владыку, столь благого, столь щедрого, прибегнем и мы к нему, и постараемся заслужить его благоволение, чтобы и он, по своему человеколюбию, просветил наш ум к уразумению силы божественного писания. И вы с великой готовностью, подобно алчущим и жаждущим, приняли духовные учения. А может быть, благие и премудрые владыка, несмотря на наше недостоинство и ничтожество, для вас и вашей пользы даст нам слово, чтобы говорить во отверстие уст наших, Кесисянам 6.19, во славу его и ваше назидание. Итак, возложив всю надежду на вышнюю благодать и призвав на помощь того, кто умудряет слепых и ясным делает язык косноязычных, приступим к рассмотрению того, что недавно прочтено из Писания, и что подаст он по своему человеколюбию, то и предложим вашей любви. Только прошу, напрягите свой ум и, удалив от себя все житейские помыслы, внимательно слушайте предлагаемое, чтобы мы могли бросить духовное семя, как бы в тучную и плодородную землю, очищенную от сорных трав и терний. Вот родословие Ноя. Ной был человек, праведный, непорочный, вроде своем. Ной ходил пред Богом. Этим окончилось вчерашнее поучение, потому надо мной предложить, что следует далее. Ной родил трех сынов, Тима, Хама и Афета. Не без причины Божественное Писание указало нам и время, число сыновей праведника. Нет. И в этом оно хотело показать нам, хоть и не прямо, не обыкновенное величие его добродетели. Выше нас сказала, что Ною было пятьсот лет, и тут же присовокупило и родил трех сыновей. Но учая нас, как необычайно велико было его воздержание, и при том, в такое время, когда все тогдашние люди преданы были такой невоздержности и такому разврату, и всякий, так сказать, возраст устремлялся на зло. Вы ведь слышали, как Божественное Писание говорит, «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления из сердца их были зло во всякое время». От юности. Этим ясно показывает нам, что юноши старались превзойти в нечестии старших по возрасту, и старцы безумствовали не менее юношей, и что даже самый невинный возраст сильно увлекался к пороку. 227. И так, чтобы мы знали, как несмотря на то, что все эти люди предавались такому неистовству и разврату, праведник один подвязался при других добродетелях, целомудрии, до пятисотлетнего возраста. Писание сказало, «Ною было пятьсот лет, и родил мой трех сыновей». Видишь, возлюбленный, необычайное воздержание праведника. Не пробежим же этого без внимания, но размыслив и о том времени, о нечестии, разлившемся по всему роду человеческому, от великой его беспечности. Подумаем, какая доблесть и боголюбивая воля требовали для того, чтобы в течение столь долгого времени не обуздывать порывы похоти, идти наперекор всем другим и воздержаться не только от беззаконного совокупления, но и от законного и невинного. И родил, сказано, мой трех сынов, Сима, Хама и Афета. Но земля растлилась пред лицем Божиим и наполнилась земля злодеяниями. Мне кажется, что этот праведник и теперь разрешил свое воздержание и родил этих сыновей, повинуясь Божию домостроительству. Так как вследствие увеличившегося разврата и крайне усилившегося нечестия, вселенной угрожала совершенная погибель, тот человеколюбец Бог благоволил оставить этого праведника как некий корень и закваску, чтобы он по истреблению тех нечестивых современников был начатком будущих поколений. По этой-то причине он, родив после 500 лет этих трех сыновей, на них и останавливается, показывая самым делом, что он поступил таким образом, повинуясь Божией благости, имеющей открытие по отношению к роду человеческому. И чтобы увериться тебе, что это говорю я не по одной догадке, посмотри на точность в словах Писания. Сказав, что праведник родил трех сынов, оно тут же присовокупило, но земля рослилась пред лицем Божиим. Видишь, какое великое и невыразимое различие в одной и той же природе. А праведнике Писание сказала, мной был человек праведный, совершенный, вроде своем. А о всех прочих говорит, земля же рослилась пред Богом и наполнилась земля злодеяниями. Именем земли оно называет всю совокупность людей, так как все дела и были земные, то Писание именем земли означает их унижение и крайняя степень нечестие. Как о первом человеке, когда он приступил заповедь и лишился славы, прежде облекавшей его, Бог, подвергнув его наказанию, смерти, сказал, земля ты и землю отыдешь. Так и здесь, когда ведьма усилилась зло, Писание говорит, растлилась земля. Да и не просто сказал растлилась, но пред Богом и наполнилась земля злодеяниями. Словом растлилась, оно означало все пороки их, потому что нельзя сказать, чтобы они были виновны в одном или двух грехах. Нет, они совершали все беззакония в великом множестве. Поэтому Писание и присовокупило, и наполнилась земля неправды злодеяниями. Не просто и не случайно они предавались нечести. Нет, они делали каждый грех с великим напряжением. И смотри, как Писание уже не хочет удостоить их и простого наименования, но называет их просто землей, показывая и чрезмерность разврата их и великость гнева Божия. Растлилась, говорит, земля пред Богом. То есть они все делали вопреки повелениям Божиим, попирая заповеди Божии и отвергнув по своей беспечности вложенную в природу человеческую наставника совесть. И наполнилась, говорит, земля злодеяниями. Видишь, возлюбленный, какой зло грех. Как он делает людей недостойными самого имени человек. Слушай же, что еще далее. И воззрел Господь Бог на землю, и вот она расплена. Смотри, они опять называются землею. Потом, когда Писание раз, другой, третий назвало их землей, чтобы не подумал, кто будто это сказано о чувственной земле, оно говорит, и вот она расплена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И теперь не удостоила назвать их человеками, но именем плоти хочет только показать нам, что говорит это не о земле, но о людях, обложенных плотью и предавшихся земным делам. Писание, как мы часто уже замечали в вашей любви, имеет обычай называть плотью людей, питающих плотские расположения и не помышляющих ни о чем возвышенном, как и блаженный Павел говорит, находясь во плоти, действующие по плоти, Богу угодить не могут. Что же, сказавший это, не был ли и сам облечен плотью? Так, но он не то говорит, что не могут угодить Богу облеченной плотью, но те, которые нисколько не заботятся о добродетели, опекутся только о плотском, гоняются за удовольствием плоти и нисколько не заботятся о душе, бестелесной и разумной. И так, когда Божественное Писание этими словами указало нам на множество грехов и крайнюю степень нечестия, на великость гнева Божия и на то, что оно за совершение беззаконных дел назвало людей и раз, и другой, и третьей землею, а также плотью, лишив их имени общей природы человек, то последующими словами показывает уже нам неизреченное человеколюбие и безмерное снисхождение Божие. Что же говорит он? И сказал Бог 229 Смотри, какая безмерная благость, как друг с другом, так Бог беседует с праведником о наказании, которому он хочет подвергнуть рот человеческий и говорит, конец всякой плоти пришел пред лицом мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их из земли. Что значит, исполнилось всякой плоти время, конец пришел пред лицом моим, великое, говорит, показал я долготерпение и великое снисхождение, не желая наводить этой казни, которую навести намерен. Но так как чрезмерное усиление грехов продолжалось до этого самого времени, то надо уже положить конец и пресечь их нечестие, чтобы оно не простерлось далее. Времени всякого человека конец пришел предо мною, смотри здесь, что Бог как выше сказал всякое помышление, так и теперь говорит всякого человека. Все говорит одинаково настроены, все устремлены к беззаконию и невозможно в таком множестве найти и одного пекущегося одобродетели. время говорит исполнилось, конец всякой плоти пришел предлицо мое, то есть настало время, в которое надо употребить нож, чтобы остановить увеличение раны. Как будто бы никто не надирал за ними и не имел потребовать у них отчета в грехах, так они предались беззаконным делам, не помышляя, что невозможно укрыться от меня, который поддерживая самую жизнь их, даровал им душу и тело и сообщил такое обилие благ. Итак, конец всякой плоти пришел предлицо мое, потом как бы защищаясь предправедником и показывая, что на такой гнев вызывает его чрезмерность грехов их, и говорит, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. Разве имя опущено что-либо такое, что относится к нечестию? Они сделали так много зла, что нечестие уже разлилось и покрыло всю землю, поэтому я погублю и их и землю. Так как они сами уже наперед погубили себя беззаконными делами, то я навожу совершенную погибель и истребляю и их и землю, чтобы земля подверглась очищению и освободилась от скверности столь многих грехов? Подумай же, какую душу надлежало иметь этому праведнику, когда он слышал это от Господа? Ведь если он и сознавал себя добродетельным, то все же не мог слышать эти слова без прискорбия. Праведники любвеобильны и за спасение другие готовы охотно претерпеть все. Как же должен был этот чудный муж тронуть с этими словами, представляя уже в уме своем погибель всех людей и разрушение всей твари, может быть, не ожидая для себя ничего доброго? Ему ведь это еще не было известно. И так, чтобы он не смущался умом, но мог в этой великой скорби иметь хотя какое-нибудь небольшое утешение Бога, показав ему безмерность нечестия его современников, и то наступило наконец время подвергнуть их глубокому сечению, говорит ему всех этих людей постигает гибель. Сделай же себе ковчег из дерева гашер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолой внутри и снаружи. Что значит ты же, так как ты не был сообщником их нечестия, но всю жизнь провел в добродетели, то я повелеваю тебе устроить ковчег. И сделай его так, длина ковчега триста локтей, широта его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее второе и третье жилье. Примечай Божесть нисхождению и силу неизреченную, и любовь превышающую всякое слово. В одно и то же время он и являет свое попечение о праведнике, повеляя ему устроить ковчег и начертовая и образ постройки и широту и высоту ковчега и дарует ему величайшее утешение самым построением ковчега, воспуждая в нем надежду спасения. Да и тех, столь великих грешников хочет этим же построением привести к мысли о делах их, чтобы покаявшись они не испытали угрожающего им гнева. Немало в самом деле времени для покаяния дано было им постройкой ковчега, но даже очень много и достаточно для того, чтобы они, если бы не были крайне бесчувственны, могли прийти в сокрушение и справиться от грехов. Каждый из них, видя, что праведник строит ковчег, должен был бы спросить о причине постройки и узнав о гневе Божьем прийти в сознание своих грехов, если бы только захотел. Но они не воспользовались и этим, не потому, чтобы не могли, но потому, что не захотели. И вот Бог дал праведнику повеление о построении ковчега, сообщает ему о роде самого наказания, которое он хотел навести, и говорит, ты устрои этот ковчег, как я повелел, а я, когда окончишь постройку, благоустрою, и твою судьбу. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Смотри, как Бог самою угрозою показывает великость грехов их, и говорит, одному и тому же наказанию подвергнут и разумные, и неразумные твари, так как люди изменили своему высокому достоинству и не спали до злобы неразумных, то и в наказании не будет никакого различия. И скоты, говорит, и птицы, и звери, и четвероногие, и все твари, какие только есть под небом, погибнут. И чтобы ты знал, что ничего не останется, говорит, и все, что есть на земле, лишится жизни. Вселенная уже нуждается в очищении, но это да не смущает тебя и да не устрашает сердце твоего, потому что я, видя неисцельность язвы их, хочу остановить поток нечестия, чтобы они не сделались повинными еще большим наказанием, потому и теперь, следуя своему человеколюбию и умирая гнев благости, я налагаю на них такое наказание, которое будет для них безболезненно и нечувствительно, не по великости грехов их судя, не по тому, чего они заслуживают, но предвидя будущее, я хочу и на этих людей навести соответственное наказание и последующих избавить от их заразы. Не скорби же, не смущайся, слыша это, пусть даже постигнет их соразмерно и грехам их наказание, но с тобою, он говорит, я поставлю завет мой и войдешь в ковчег ты, сыновья твои и жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Так как все доселе жившие сделались недостойными и не были благопокорны моим заповедям, то с тобой, наконец, поставлю завет мой. Так и первый человек, после стольких благодеяний, поддавшись обольщению, преступил мои заповеди. Потом и сын его не зринулся в ту же бездну зла, за что и подвергся с проклятием, наказанием. Напротив, еще умножили нечестие, так что за это исключены из родословия. Потом, нашедший еноха, хранящим закон добродетели, я, как весьма угодно во мне, приложил его живым, показывая и творящим добродетель, каких они удостаиваются наград, и желая живших после него сделать ревнителями его, идущими по одному с ним пути. Но вот все уклонились к нечестию. И в таком множестве я нашел одного тебя, способным вознаградить за преступления прародителя. Поэтому с тобой поставлю завет мой, так как прошедшая жизнь твоя ручается за то, что ты впредь будешь верно соблюдать мои заповеди. Потом, чтобы и слыша это праведник еще не печалился, при мысли, что он остается один, Бог, так сказать, утешает его и говорит, что с тобой войдут вместе жена, сыновья твои и жены сыновей твоих. Хотя недалеко уступали праведнику в добродетели, однако чужды были чрезмерного нечестия о развращенных современниках. Впрочем, они спасаются и по следующим двум причинам. Во-первых, в честь праведника. Человеколюбцу Богу обычно честовать своих рабов и даровать им нередко спасение других, что он и сделал из Боженым Павлом, Учителем Вселенной, повсюду разлившим лучи своего учения. Когда он плыл в Рим, на море поднялась сильная буря, и когда все, бывшие на корабле по причине великого волнения, опасались за самую жизнь и потеряли всякую надежду, он созва всех говорит, ободритесь, мужи, ибо не погибнет ни одна душа из вас, кроме корабля. Ибо предстал в эту ночь мне ангел Божий, которому я служу, и сказал, не бойся, Павел, даровал тебе Бог всех плавающих с тобою. Видишь, как добродетель этого мужа приобрела тем спасения. Впрочем, не одна добродетель его, но и человеколюбие Господа. Точно так же и теперь было по этой первой причине. Вторая же причина та, что Бог хотел оставить как бы закваску и корень для имевшего образовательства впоследствии рода человеческого. Не потому, что Богу невозможно было вновь создать человека и от одного распространить род человеческий, но потому, что так соизволил он по своей благости. 233 Усматривай благость Божию и в последующем. Так как он, угрожая наказанием, сказал, что вместе с людьми погибнут и скоты, и гады, и птицы, и звери, то опять ради праведника повелевает и из этих животных везти в ковчег по одной паре каждой породы, чтобы эти пары были семенем и начатком для размножения животных впоследствии. Везти также в ковчег из всякого скота и всех гадов и всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых мужеского пола и женского, пусть они будут, из всех птиц по роду их, из всех скотов по роду их, из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобой мужеского пола и женского. Не пробегай этого, возлюбленный, без внимания. Подумай, в какое смущение приводила праведника мысль, что на нем лежит забота обо всем этом. Мало было ему забот о жене, сыновьях и их женах. Нет, на него возлагалось еще попечение столь многих животных и их пропитание. Но подожди немного и увидишь благость Божию, как он облегчает заботу, лежавшую на праведнике. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питается, и собери к тебе, и будет она для тебя и для них пищею. Не подумал, говорит, будто ты останавливаешься без моего промышления. Вот я повелеваю внести в ко всех все, что потребно и для вашей пищи, и для пропитания животных, так, чтобы и вы не испытали голода недостатка, и животные не погибли за неимением свойственной им пищи. И сделал мой все, как повелел ему Господь Бог. Так он и сделал. Вот опять и здесь великая похвала праведнику. Сделал, говорит, мой все, как повелел ему Господь Бог. Не то, чтобы он одно повеление исполнил, а другое оставил без внимания. Нет. Сделал все, что было повелено, и так сделал, как было повелено ему. Ничего не опустил он, но выполнил все, и доказал самым делом, что справедливо удостоился благоволения Господне. С какими венцами не сравняться это свидетельство? Какой праведник получил от Божественного Писания? Кто может быть блаженнее того, кто исполнил все, повеленное ему от Бога, и показал такое повиновение повелевшему? И чтобы ты знал, какого он за это удостаивается предсказания от Создателя всей твари, послушай, что следует дальше. И сказал Господь Бог Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным передо мною, вроде всем. Потом, чтобы мы знали, что он не только спасает праведника благодати, но и дает награду за труды и мзду за добродетель, Бог говорит Ною, я потому повелеваю тебе войти в ковчег вместе с домом твоим, что нашел тебя праведным передо мною, вроде всем. Важное и достоверное свидетельство. Что в самом деле может быть важнее этого свидетельства, когда сам Творец и Создатель произносят такой суд о праведнике? Вот истинная добродетель, когда человек совершает ее перед Богом, когда суд о ней произносит то неподкупное око. Затем человеколюбец Бог, желая показать нам меру добродетели, которую он тогда требовал от праведника. А он требует добродетели не от каждого в равной мере, но в различной, судя по различию времени, говорит «Ибо я нашел тебя праведным, вроде всем, уклонившимся столь великой нечестия, в этом развращенном роде, обнаруживавшим такую бесчувственность. Тебя я нашел праведным, тебя одного я нашел благопризнательным. Тебя увидел усердно заботящимся добродетели. Ты один явился праведным передо мною, между тем, как все эти губили себя. Тебе повелеваю войти со всем домом твоим в ковчег. От скотов же чистых повелел тебе везти семь. Так как он прежде повелел везти по одной паре всех животных без различия, то теперь говорит «А от чистых, всякого скота чистого, возьми по семи мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два мужеского пола и женского. Также из птиц небесных чистых по семи мужеского пола и женского, и из всех птиц нечистых по две мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли». Далее, чтобы показать причину, этого пристова купляет, чтобы сохранить семя. Прилично здесь спросить и рассмотреть, откуда праведник узнал, которые из животных были чистые и которые нечистые. Тогда еще не было того разделения, которое Моисей впоследствии законил иудеем. Как же узнал Ной? Сам собою, руководясь вложенным в природу наставлением, а вместе с тем решил его рассудок. Конечно, между созданиями и Божьими нет ни одного нечистого. В самом деле, как мы можем какую-либо тварь назвать нечистой, когда об них однажды произнесено высшее определение Божественного Писания, сказано, что увидел Бог все, что сотворил, и вот все хорошо весьма. Но уже природа человеческая сама по себе сделала это различие. И что это справедливо, подумай. Как еще и ныне, в некоторых местах иные воздерживаются от некоторых вещей, как от нечистых и запрещенных, а другие, напротив, употребляют эти вещи, следуя в этом обычаю. Так и тогда. Само врожденное праведнику знание учило его, какие животные были годны в пищу, какие нечистые. Впрочем, не на самом деле были, но только считались такими. Почему, скажи мне, осла мы почитаем нечистым, хотя он питается только семенами, а других четвероногих признаем годными в пищу, тогда как они питаются нечистыми веществами. Так учителем нашим в этом было знание, данное Богом нашей природе. Но с другой стороны, можно сказать, что Бог, давший Ною такое повеление, сам сообщил ему познание об этом различии. Впрочем, довольно сказали мы о чистых и нечистых животных. 235. Но вот представляется нам еще другой вопрос. Почему это повеленно было ввести в ковчег от нечистых по две пары, а от чистых по семь пар? И потом, почему не шесть, не восемь, но семь? Может быть, слово наше становится уже весьма продолжительным. Но если вы не утомились, и если вам угодно, мы вкратце разрешим этот вопрос вашей любви. Как поможет нам благодать Божия? Многие ведь многое баснословят об этом, и по этому поводу делают наблюдение над числами. Но что это не наблюдение, а выдумка неуместной пытливости людской, от которой произошло весьма много ересей, это сейчас вы узнаете. Действительно, мы замечаем, и этими замечаниями надеемся совершенно заградить уста любителям вымыслов, что в Писании весьма часто употребляется число пары. Так, когда Иисус Христос посылал учеников своих на пропой, то посылал их по два. Да и всех их было двенадцать. И Евангелие числом четыре. Впрочем, нет нужды рассуждать об этом перед вашей любовью, так как вы довольны уже наставлены заграждать слух для таких пустословов. А надо бы уже сказать, почему Бог повелел ввести в ковчег от чистых семь пар. Больше чистых животных ввести повелел Бог для того, чтобы имел некое утешение и праведник, и те, которые вместе с ним будут пользоваться этими животными. А что касается до того, чтобы введены были семь пар, то и это, если узнаете причину, будет сильнейшим доказательством боголюбивого расположения праведника. Так как человеколюбец Бог знал доброту этого мужа, знал, что он, будучи праведен, испытав такую любовь к Господу, и избегнув погибели от потопа, вознамерится по освобождению от бедствия и по выходе из ковчега показать свою благопризнательность. И в благодарность за свое спасение захочет принести жертву, то чтобы этим мной не испортил пары, Господь, предвидя такую благопризнательность его, повелевает ввести в ковчег семь пар от каждой породы птиц, чтобы по прекращении потопа праведник мог и выказать свое расположение, и не повредить пар птиц и прочих животных. Это, впрочем, вы узнаете из последующего поучения. Когда дойдем до этого самого места, где вы увидите, что праведник точно так и поступил. Вот вы узнали причину, по которой повелено вести в ковчег тем пар от чистых животных. Не внимайте же после этого баснословам, которые, вопреки Божественного Писания, вносят в божественные учения вымыслы своего ума. Итак, когда Бог дал ясное повеление обо всем, и о птицах, и о чистых, и нечистых животных, и об их пропитании, Он говорит праведнику 7.4. Через семь дней я буду изливать дождь на землю, сорок дней и сорок ночей, и истреблю все существующее, что я сказал с лета земли. Усматривая из этих слов безмерную благость Господа, как Он после столь великого долготерпения, и теперь еще предсказывает за семь дней, желая вразумить тогдашних людей страхом и привести в раскаяние. А для удовсоверения, что Он предсказывает для того, чтобы не привести в исполнение слова своего, подумай о ниневитянах, и смотри, какое различие между этими и теми. Эти современники Ноя спустя столько лет услышали, что несчастье уже при дверях, и однако ж не отстали от греха. Мы, конечно, бываем беспечны и не спешим исправиться, когда наказание угрожает еще издали, но когда несчастье близко к нам, тогда мы смиряемся и выказываем в себе большую перемену. Так было и с ниневитянами. Когда они услышали, что еще три дня и Ниневия будет разрушена, то они пришли от этих слов в отчаяние, напротив, воспрянули и так решительно воздержались от греха. Такое сильное показали раскаяние, что участниками его сделали бессловесных, не для того, чтобы бессловесные принесли исповедь, потому что как это возможно, когда они не имеют дара слова, но чтобы через них привлечь к себе милосердие благого Господа. Объявив, говорится, пост, царь приказал, чтобы и овцы, и волы, и все бессловесные не употребляли ни пищи, ни воды. Потом все люди, даже сам царь, сидящий на престоле, облегшись во вретище, принесли Богу глубокое и усердное исповедание, хотя и не знали, избегнут ли они наказания. Кто знает, говорили они, быть может, Бог раскается о всем зле, о котором говорит, что наведет на нас. 237. Видишь, благо признательность варваров, видишь, как и такая краткость времени не отняла у них бодрости и не привела их в отчаяние. Смотри и на этих современников Ноя, как они спустя столько лет, услышав, что еще семь дней и наведется потоп, все-таки не обратились, но остались нераскаянными, что и служит доказательством, что причина всех зол наше произволение. Ведь вот, эти люди и те люди, природа дана им та же, но не одинаково произволение, потому и утючность их была не одинакова. Но одни избежали погибели, потому что благой Бог по своему человеколюбию принял их покаяние, а другие погибли в водах потопа. Еще сказано, семь дней и наведу дождь на землю. Потом, желая усилить страх, Бог говорит, сорок дней и сорок ночей. Для чего так? Разве он не мог, если бы восхотел, навести весь дождь в один день? Что, говорю, в один день? В одно мгновение он мог, но он делает это с намерением, желая в одно и то же время усилить страх и дать им возможность избегнуть наказания, хотя оно и было уже при самых дверях. Истреблю, говорит, всякое создание, все существующее, что я создал с лица земли. Смотри, как Бог предсказывает и раз, и другой, и они, несмотря на это, не трогаются, а сделал он все это, чтобы показать нам, что он справедливо навел на них такое наказание, и чтобы никто из безрассудных не мог порицать Бога и говорить, что если бы он показал долготерпение, они, может быть, и раскаялись бы, может быть, воздержались бы от греха и обратились бы к добродетели. Вот для чего он и возвещает нам о числе лет и повелевает, но и строить ковчег. После же всего этого еще и за семь дней предсказывает, чтобы заградить бесстыдные уста всем тем, которые отваживаются говорить безрассудные речи. Но и сделал все, что Господь Бог повелел ему. Смотри, как и теперь Божественное Писание возвещает о благопризнательности и послушании праведника, показывая, что он не оставил без внимания ни одного повеления, но исполнил все, и в этом представил доказательства своей добродетели. Этому-то праведнику будем и мы подражать. Постараемся исполнить данные нам от Бога заповеди и не будем невнимательны к сообщенным нам от Бога законам, но постоянно сохраняя их в памяти, поревнуем об исполнении их. Не станем делать небрежно то, от чего зависит наше спасение, особенно когда от нас теперь требуется тем высшая степень добродетели, чем выше получили мы благо. Потому и Христос сказал, если праведность ваша не превысит праведности книжников и парисеев, не войдете в Царство Небесное. Осмотримся же и не пропустим этих слов без внимания, но подумаем, какое наказание угрожает тем, которые не только не стараются превзойти этих книжников и парисеев, но стоят даже гораздо ниже их, которые не хотят ни перестать гневаться на ближнего, не удерживать язык свой от клятвы, не воспрещать оку своему гибельное воззрение, тогда как Господь повелевает не только благодушно переносить обиды, но и отдавать больше, чем сколько хотят взять у нас. «Хотящему судиться с тобой, — говорит он, — отдай одежду твою». А мы нередко обижаем ближнего или мстим ему за обиду. Мы, которым повелевается не только любить любящих нас, но и мы, — говорит Господь, — тоже ведь они делают, но питать — доброе расположение к врагам, не платим равной любовью и любящим нас. Поэтому я скорблю и болезну, и видя, как редко стало между нами добродетель, и как, напротив, порог со дня на день усиливается, как ни страх гиены не останавливает нашего стремления к злу, ни любовь к царстве не увлекает нас на путь добродетели, но все мы, так сказать, встречемся, как животные, нисколько не думаем ни о страшном том часе, ни о данных нам от Бога законах, напротив, соображаясь только сомнениями людей и гоняясь за их похвалами, не хотим мы слышать, что говорит Евангелие. «Как вы можете веровать, когда славу от человеков принимаете, а славы, которые от единого Бога, не ищете?» Иоанна 5, 44. «Как домогающийся человеческой славы совсем теряет славу небесную, так, напротив, ищущие последней славы не лишаются и той». И сам Господь еще прежде того сказал, «Ищите прежде царствие Божие, и все сие приложится вам». То есть кто ищет царствие, затем следует все прочее. «Действительно, кто туда воспарил умом своим, тот с пренебрежением смотрит на настоящее благополучие, как будто бы и не было его. Очи веры, когда видят неизреченные его блага, уже и не примечают благ видимых, таково-то расстояние между теми и другими благами. Но я не вижу, кто бы невидимое благо предпочитал видимым. «Потому и скорблю, и непрестанно болезную сердцу, что ни самый опыт не научил нас, ни обетование Божие, ни великие дары не расположили обратиться с любовью к Царствию. Напротив, влачаясь еще долу, мы предпочитаем земное небесному, временное будущему, исчезающее прежде своего появления постоянному, приходящее удовольствие, непристающие радости, кратковременно это счастье настоящей жизни, блаженству бесконечной вечности. Знаю, что вам неприятно слышать это, но простите. Говорю это заботясь о вашем спасении и желаю, чтобы вы лучше здесь потерпели малую неприятность и избавились от вечного наказания, нежели порадовавшись немного здесь, подвергнулись вечному мучению. Если ведь вы послушаете моих слов и отложите прежнюю беспечность, особенно теперь, когда уже немного осталось вам этого времени, Святой Четыридесятницы, то будете в состоянии омыть грехи свои и заслужить великую милость от Бога. Для Господа не нужны многие дни продолжительное время. Нет. Если мы захотим, то и в эти две седмицы успеем исправиться от многих грехов. Если он оказал какое человеколюбие неневитянам за то, что они совершили трехдневное покаяние, тем более не презрит нас, если только мы покажем искреннее раскаяние и, отстав от греха, вступим на путь добродетели. Так и о них, то есть неневитянах, Божественное Писание свидетельствует. Увидел Бог, что обратился всякий от пути своего лукавого. Итак, если он увидит, что и мы обратились к добродетели и уклонились от греха и ревнуем о совершении добрых дел, то примет и наше обращение и, освободив нас от бремени грехов, подаст нам дары свои. Не столько мы сами желаем освобождения от грехов, ищем спасения, сколько он спешит и ускоряет даровать нам избавление от грехов и блаженства спасения. Поэтому прошу, возбудим свой ум и каждый пусть испытает себя. Сделал ли он что доброго в прошедшее время? Получил ли какую пользу от этих непрерывных наставлений? Устроил ли что ко благу ближнего? Исправил ли какие-либо из своих недостатков? Извлек ли из ежедневных наших увещаний какое-либо поощрение к любомудрию? Если совершил какие добрые дела, пусть заботится об их приращении и никогда пусть не прекращает этой прекрасной заботы. Если же кто видит себя еще во власти греховной привычки и все в тех же грехах, таковое сделай насилие своей душе, потребуй отчета в такой беспечности. И не попускай ей продолжиться доли, но перестав повиноваться греховной привычке, останавливай ее стремление, обуздывай помысл, приводи себе на ум ужасный тот день, размышляя приобщение этой страшной трапезы, облеске исходящего отсюда огня и опаляющей силе его, и о том, какая требуется от приступающего душа, чистая от всякой скверной нечистоты и изгнавшая из себя беззаконные помыслы, чтобы таким образом, приготовив и по возможности очистив себе в течение этих дней себя, могли мы и быть участниками в этом наслаждении святыми тайнами и удостоиться тех неизреченных благ, которые Бог обещал любящим Его благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.